Добрый день, уважаемые зрители! Мы продолжаем цикл лекций в рамках проекта «Донбасс-43. Освобождение индустриального сердца России». И сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук, директор Института изучения истории Донбасса Владимир Носков. Здравствуйте. Мы уже говорили про то, что Донбасс был оккупирован, больше года продолжалась оккупация. И, естественно, немцы, отходя, мало того, что, естественно, была эвакуация предприятий, которые были перевезены на Урал и в Сибирь, но и немцы, отходя, использовали тактику выжженной земли, стараясь все уничтожить. И о том, как шло восстановление Донбасса, мы сегодня и поговорим. Говоря о восстановлении, следует сказать, что уже в конце 1941 года, в 1942 году вначале, уже вынашивались планы по реанимации Донбасса. Это отчетливо видно по цепи определенных мер. Во-первых, зима 1942 года, это период не то чтобы массовой, но все-таки демобилизации специалистов. Ты имеешь в виду 1942-1943? 1941-1942, да. Так вот, для примера, можно отметить 8-ю саперную армию, в которой значительные компоненты личного состава составляли местные донецкие кадры. Работники угольных предприятий, управленческих органов наркоманта угля и так далее, и так далее. Также сотрудники Донецкого индустриального института, инженерные кадры. Их начинают демобилизовать, причем зачастую с надрождением. В частности, могу привести такой семейный пример. Например, мой прадед, Носков Андрей Сергеевич, будучи надштабом одной из бригад 8-й саперной армии, был награжден торжественно Калининым медалью за трудовую доблесть, и после этого переведен на управленчика, возвращен в свой родной Донецкий индустриальный институт. И подобная волна демобилизации инженеров наблюдалась на протяжении всего периода между контрнаступлением под Ростовом в ноябре 1941 года и вплоть до, наверное, мая 1942 года. По чуть-чуть, по чуть-чуть, но демобилизовывались. В этот же период под руководством Бардино начинают готовиться планы по восстановлению, но все-таки 1942 год идет несколько не так, как планировали в руководстве Советского Союза. Катастрофа лета 1942 года все это отставляет на дальний план. Второй такой уже серьезный заход по восстановлению Донбасса начинается уже по мере его сразу освобождения. В феврале 1943 года выходит первый очень важный документ, определяющий программно регулирующий, задающий такой тренд восстановлению. Это постановление ГКО о восстановлении угольных шаг Донбасса 22 февраля 1943 года. Согласно нему утверждается структура главного управления по восстановлению предприятий и отрасли. Сразу перемещается на место в Ворошиловград, поскольку большая часть Ворошиловградской области была уже освобождена. О чем это нам надо говорить? Стране катастрофически не хватает энергетических мощностей. Да, у нас кризис на севере. Северо-западная железная дорога ездила на дровах, и московский промышленный узел также страдал. На московском угленном бассейне, а это другой уголь. Совершенно другой, менее калорийный, не дает только ПД. Плюс, опять же, Воркута и Кузбасс, это еще не современные мощности совершенно. Дорогу только-только запустили в декабре к Печорскому бассейну. Так что, в общем, конечно, проблема очень большая. И каждая тонна угля в эту энергетическую копилку, она стоила золото. План базировался, в первую очередь, на запуске малых, так называемых, шахт, более известных у нас как копанки. Собственно говоря, их можно было легко реанимировать, просто согнав людей, раздав им необходимый инструмент, и уголь идет. Собственно говоря, опять же, это было и в интересах Южного и Юго-Западного фронта, которая также, их боеспособность определялась пропускной способностью железных дорог. Вместе с тем, понятное дело, что рассчитывать на какие-то сверхбольшие объемы было сложно. Вот в период марта-августа 1943 года было добыто 1 миллион тонн угля. Как бы очень-очень скромно по довоенным меркам, в сравнении с довоенным меркам. Полное же освобождение Донбасса от низкофашистских оккупантов и, главное, районов, где расположены главные крупные угольные предприятия, уже, собственно говоря, запустило процесс восстановления Донбасса на полную. Здесь, конечно же, в процессе восстановления и местное руководство, и общесоюзное руководство столкнулось с целым комплексом проблем. Наверное, сейчас стоит перечислить, а потом уже пойдем по каждой из них подробно. Во-первых, наверное, самая главная проблема, которая будет преследовать всю угольную отрасль Донбасса, вплоть, наверное, до середины 50-х годов, это проблема кадров. Одним из таких наиболее страшных последствий оккупации стало сокращение населения в Сталинской и Варшавовградской областей, фактически вдвое. Было, по-моему, 2 миллиона человек. В Сталинской области до войны примерно проживало 3,1 миллиона человек и 1,8-1,6 в Варшавовградской. Почти 5 миллионов человек. Да, нужно понимать, что Донбасс, наверное, третий в Советском Союзе по плотности населения регион после Москвы, Московской области, Ленинграда, Ленобласти. Может быть, даже по плотности на километр, может быть, даже и впереди. Но почему кадровый ресурс так принципиально важен? Угледобыча очень человекозатратна. По крайней мере, угледобыча в технологиях 30-40-х годов, где превалирует все еще отбойный молоток, еще угольный, комбайный, высокая уже хай-тек модернизация отрасли еще не пришла, еще в мире она особенно не пришла. Это требует большого затрата человеческих ресурсов, плюс нужно понимать, пласты угля в Донбассе, добыча угля в Донбассе довольно-таки сложный процесс, поскольку залегание пластов очень-очень глубокое. Многие пласты находятся на глубине километра и более. Поэтому нужно много людей. Людей катастрофически мало. А сколько осталось после оккупации? Примерно 50%. При этом, да, нужно сразу подчеркнуть, что эти все люди не умерли, безсомненно смертность была большая, колоссальный урон нанесла насильственная депортация советских граждан, но только из одной Сталинской области четверть миллиона людей немцы вывезли. Причем это нужно, в первую очередь, молодые люди, которые были работоспособны. Призыв, естественно, призыв, эвакуация. С одной стороны, да, призыв 41-го года, с другой стороны, и призыв 43-го года, хотя, несмотря на то, что постановление ГКО 22 февраля 43-го года запрещало, строго запрещало командирам частей соединений проводить призыв вооруженных сил среди работников угольной отрасли, ну, на местах, все несколько происходило с эксцессами. И самое сложное, самое ужасное, мы до конца не можем понять степени колесной мобилизации, которая прошла осенью 43-го года в Донбассе. И вот насколько количественный ущерб угледобычи в человеческом выражении это нанесло. Но, тем не менее, факт остается фактом. Также следует отметить, что, во-первых, да, значительная часть высококлассных специалистов также находилась в эвакуации. Собственно говоря, во многом такой резкий скачок Кузбасса, да, связан с тем, что разово произошел большой впрыск в регион большого количества людей с опытом работы, знанием. Все-таки главный угольный, главный такой угольный энергетический регион страны. И это позволило Кузбассу довольно-таки динамично за годы войны расширить свои производственные мощности и во многом дать стране вот этот вот новый, впоследствии главный, да, наш угольный бассейн. Естественно, эту проблему, в первую очередь, приходилось решать с теми людскими ресурсами, которые есть. Поэтому во многом восстановление угольных предприятий и добыча угля на них в этих нечеловеческих условиях в рамках фактически отсутствующих стандартов безопасности труда, охраны труда, это в первую очередь женский труд. В данном случае, мы говорим о женском лице войны, да, вот это женщина в забое. Их призывали или их, как говорится, как их стимулировали? Во-первых, это и призыв в определенной степени, во-вторых, это во многом единственная работа, доступная. А в-третьих, опять же, да, без сарказма роль коммунистической партии. Это широкая, мотивирующая пропаганда, людей призывали, плюс, опять же, да, эти люди зачастую, видев, пережившие оккупацию. То есть, оккупация в Донбассе была тяжелой, в первую очередь, в материальном выражении. И когда фронт, да, прокатывался по региону, в некоторых случаях, там, два раза, да, люди были очень озлоблены, да, на немцев и, естественно, стремились внести свой вклад. То есть, это еще такой момент в победу. И в данном случае государство показывало, каким образом этот вклад можно сделать. Это один момент. Женщины и старики. Женщины и старики, подростки. Нередко, да, каким явлением стало, там, труд 14-12-летних подростков, да, на угольных шахтах. И эта ситуация будет во многом с большим участием женского труда продлиться вплоть до середины 50-х, когда не выйдет специальное постановление о запрете женского труда на подземных работах. Для, такой яркий маркер, иллюстрирующий торгизм ситуации. Вторым, наверное, сам, да, прежде чем закончить вопрос с кадрами, помимо местных кадров, начиная с 44-го года, в регион массово начинают централизованно по линии комсомола направляться люди. Эта мера даст временный эффект, поскольку условия жизни в разрушенном регионе, зачастую многие города, в частности, Сталина, практически был выжжен, да, немцами при оступлении. Другие, Горловка очень сильно пострадала, да, и ряд других мелких городов, также пострадали. И жилищные условия, мягко скажем, были адскими. И люди, приехавшие по комсомольским путевкам в Донбасс, да, в годы войны, в рамках комсомольской мобилизации, зачастую сразу после войны, возвращались на родину. И это будет во многом обеспечивать такую большую кадровую текучесть, и это будет также создавать такую проблему, проблему. Проблемы, поскольку не позывали многие предприятия, это будет касаться справедливости, где не только угольная промышленность, не будут иметь такого своего костяка. Тем не менее, во многом драконовскими методами местами, 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 не спряту, что имело место такое большое материальное стимулирование после войны, худо-бедно как-то вот к середине 50-х годов как-то вот локализовали проблему оттока. Довольно-таки сразу на работу в угольной отрасли стали направлять пленных. Но с пленными, ну КПД использование пленных было довольно-таки низким. Во-первых, условия труда, во-вторых, особенно до 45-го года военнопленные немцы особенно не были мотивированы к высокопроизводительному труду. И справедливости ради смертность там тоже была довольно-таки высокая. То есть зачастую в некоторых лагерях для военнопленных, особенно зимой 43-44 года, зимой 43-44 года смертность в спецместах достигала до 3-й. За месяц? В течение квартала, там обычно квартальная. Квартальная смертность, да. И естественно не давало в полную меру использовать данный трудовой ресурс. Фактически военнопленный, проработав год, приходил в абсолютно трудовую негодность и его направляли куда-то дальше. После войны в Донбасс массово привозили даже интернированных немцев гражданских, в том числе этнических немцев из Румынии, Венгрии и с ними примерно происходило то же самое. Плюс им несколько еще больше не повезло, поскольку зачастую они находились в подчинении наркомугля, а не наркомата внутренних дел. У наркомата угля снабжение данной категории лиц находилось по остаточному принципу, плюс зачастую время голодное, плюс отношение к немцам специфическое. Местные жители, скажем так, коллеги по предприятиям обделяли их. Сумасшедшая смертность там также имела место быть, киф, голод и эта категория работников фактически сходит на нет к году к 46-47. Фактически с военнопленными история заканчивается в 45-м году, дальше их переводят в строительство массово и на угольных шахтах их использование уже носит такой декоративный скорее характер. Впрыск из интернированных даст еще импульс на год, но ситуацию все равно не справят. Также нужно отметить, что комсомольские путевки, всяческие стремления накачать Донбасс новой людьми, в этом стремлении мы видим, что векторы, откуда ехали люди, совершенно разнообразные. Во-первых, это возвращение многих эвакуированных коллективов с одной стороны, с другой стороны и абсолютно вся география Советского Союза, включая западную область Украины. Порядка 50-70 тысяч только официально переселили в Донбасс и, в первую очередь, провели их на угольной отрасли. Плюс неофициально тоже имела место быть перед текучкой людей, поскольку все-таки зарплаты с одной стороны, с другой стороны, говоря современным языком, жить в зоне КТО с активным бандподпольем националистическим тоже некомфортно и многие люди переезжали. Местами, конечно, мобилизация трудовых ресурсов Донбасса-Западной Украины имела такой комичный характер, тоже, правда, касается послевоенного периода, но, какой уже затронули тему, не могу не рассказать. Закарпатье из Гуцульского села, горочь очень горного, очень глухого, в лучших традициях, вот прямо вот современной украинской мобилизации, силами Кумпартии Украины, группа молодых людей берется и отправляет, садится в вагон, садится в вагон и отправляется в Сталинскую область. Далекие от представлений, несколько не понимающие, что такое вот тяжелая индустрия люди попадают, скажем так, в самое сердце. Шахты, проработав несколько недель на шахтах, местами еще попав на определенную дедовщину, они выбирают путь возвращения домой-обратно. Ситуация приобрела определенный такой резонанс, дошла до Никиты Сергеевича Хрущева, был устроен разнос, как так, комсомольцы ведут себя таким вот неподобающим образом, еще и за это даже деньги получили, народные рубли, и их вернули обратно, хотя не успели вернуться в родное село. Вот, потрясающий на самом деле сюжет, во многом на самом деле описывающий тяжесть ситуации, абсолютно разрушенная социальная инфраструктура, перебои с водой, проблемы с электричеством, а еще в послевоенное время очень сильно по ситуации с кадрами ударит голод 46-го ассортивных годов. Ключевой проблемой восстановления Донбасса являлась продовольственная проблема. Особенно нужно, мы должны понимать, что регион был освобожден в 43-м году, осенью 43-го года, соответственно, урожай собран не был на местах, и регион нам необходимо было накачивать срочно-срочно продовольствием, поэтому по всему Советскому Союзу проводились различные субботники, акции сбора продовольствия, теплых вещей и всего-всего-всего-всего. Назначались регионы-шефы, прямо вот как сейчас. Главным, все-таки справедливостью, шефским регионом был назначен Баку, с которым проводились еще и до войны многочисленные соцсоревнования в лучших советских традициях. И вплоть до Кировской области, эшелонами, 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 все идет Донбасс. На период войны, когда эта мобилизационная мера работала, проблема продовольствия не стояла остро. В данном случае продовольственная ситуация находилась на общесоюзном уровне, в проголодь, но все-таки продовольствия было. По мере выхода советской экономики и народного хозяйства в целом, да, из войны, мобилизационные меры выключались, и продовольственная ситуация переходила в модель спасения утопающих, да, дело рук своих утопающих. При этом нужно понимать, что при восстановлении Донбасса основной акцент был сделан в восстановлении угольной отрасли, а еще кадровый дефицит, и зачастую донором угледобывающей отрасли становилось сельское хозяйство. Без того, очень сильно пострадавшее в ходе войны, поскольку сельское хозяйство в Донбассе было во многом уже опиралось на моторизацию, на удобрения, в многом было передовым по Советскому Союзу, и тут оно снова опускается на уровень 19 века, где опять же требуются люди, а людей постоянно высасывает угольная промышленность. Естественно, в этих условиях малейший природный катаклизм, в коем встала вода, засуха в обозначенный период, очень больно ударило по реке, холод, эпидемия, возросшая смертность, отток людей. Более-менее системное решение кадровой проблемы начинается уже в 1948-1949 годах, когда обнаруживается, когда сталкиваемся с падением темпами добычи, и падением темпами восстановления угольной отрасли. Начинается, при этом нужно отметить, да, что в 1947 год торжественно отметили восстановление, завершение восстановления угольных шаг Донбасса, была учреждена специальная соответствующая медаль. Всем, кто ее заслуживал и не заслуживал, в том числе, как всегда, медали были вручены, и дальше начался системный разбор полетов, торпедирование донесениями о том, что все идет плохо и шло по линии, как в республиканском, да, через КПУ, КПБУ, через КПУ, через наркоматы, угольные промышленности, тоже произошло их разделение на Запад и Восток, да, и начинается из Москвы целый ряд гневных писем на тему, давайте план, что нужно делать дальше. В основе плана, как-то не странно, легло нормализация социальных условий, вообще нормализация бытовых условий рабочих, поскольку без них постоянно перебегали с места на место. Летуны. Летуны, ну, можно сейчас зачитать парочку веселых цитат из парцобраний рабочих коллективов. Если мы не будем иметь материального благополучия, то коллектив у нас по-прежнему будет на чемоданах. 46-й год, Донбасс Энерго. Да, да, заместитель управляющего региональным управлением Донбасс Энерго в своем заявлении запретил всем рабочим и служащим прекратить самовольно уходить в парикмахерскую для наведения туалета. И люди, помимо всего прочего, саботировали, да, работу. И выходил там целый ряд вот таких вот смешных, зачастую внутренних постановлений, запретов. И это требовало кардинального решения. Во-первых, помимо всего прочего, начинается систематизация охраны труда. После военных годов и в годы после освобождения, после военных годов аварийность на шайфах сумасшедшая. Можно ли какая-то цифра есть? Сколько там было? Мы не вели до 49-го года никакой статистики. Понятно. Да. Ну ладно, 49-й у нас сколько? Сейчас не скажу. До 49-го года мы не вели статистику. Аварийность? Вообще никакой. Параллельно начинается с 48-го года активное вложение средств в развитие медицины. Профилактории, поскольку действительно труд, шахтерский труд, это очень тяжелый труд. Труд максимально вредный для здоровья. И рекреация рабочих имела в данном случае первосипедное значение. Помимо, собственно говоря, непосредственно улучшения жилищно-бытовых условий рабочих, начала строительства, собственно говоря, активизации строительства и восстановления жилых площадей, воссоздания с нуля разрушенной в год до войны системы здравоохранения, нормализации системы питания рабочих. Во многом и правильная ставка была сделана на механизацию производства. Происходит, с одной стороны, создание, во многом, в чем особенность Донбасса, в том, что, помимо, собственно говоря, угледобывающего региона, машиностроение Донбасса во многом заточено на обеспечение этой угледобычи, во многом таком, в самодостаточность. Начиная с 50-х годов, начинают массово запускаться на шахтах угледобывающие, угледобывающие комбайны, которые, с одной стороны, снижают человека емкость труда, во-первых, делают труд более комфортным, во многом-то и было обусловлено, благодаря этому удалось фактически вывезти женщину из подземных работ, просто чтобы слушатели наши понимали, порядка трети работников угледобывающей отрасли Донбасса на 50-й год составляли женщины. Ну, имеется в виду именно, которые в забое работали или все-таки там были те, кто-то... В данном случае это общая цифра, в забое порядка все равно 12-15 процентов. Ну да, ну все-таки мы знаем, что... Да, это не 60 процентов в 44-м году. 60 процентов в 44-м году женщина работала в забое? Да. Да, понятно. В свое время в этом еще в бытность Донецкой области в составе Украины был в Донецке поставлен даже памятный знак, памятный камень. Планировал установить памятник женщинам, участвовавшим в восстановлении Донбасса и в работе угольной отрасли, но как-то дело еще очень сильно даже, думаю, заглохло. К сожалению, надеюсь, в будущем эта вот историческая несправедливость будет исправлена. Потому что восстановление Донбасса это во многом женский труд. Женский трудовой подвиг. То есть у нас вот эта проблема кадров, она вообще как бы такая комплексная. То есть восстановление численности Донбасса, как это произошло? Население, к довоенному уровню, население Сталинской, Варшаврадской области, ну так середина 50-х годов. Ну то есть отбросила война на почти 15 лет. А фактически, если говорить про восстановление жилищной инфраструктуры, и жилищной, социальной, и прочие инфраструктуры, ну это 60-й год. И справедливости ради, там да, там после этого, в 60-х годах пошел уже такой взлет ракеты. В первых, это будет связано с деятельностью нашего местно-четимого святого Владимира Ивановича Дегтярева, написатель обкома, до Сталинской, чуть позже, Донецкой области. Очень-очень системный подход, собственно говоря, и знаменитые лесопосадки, ботсад, университет. Он такой, социалка, да? Он очень-очень системный человек. Во-первых, с его именем связана и массовая механизация угольного производства. Во-вторых, переход на новый качественный уровень, открытие нового, там, более сложных производств, расширение легкой промышленности в Донбассе, и вообще, на самом деле, какого-то оформления Донбасса в такой вот очень-очень сильно самостоятельный экономический регион, в котором, помимо, безусловно, акцента, да, на промышленности категории А, да, есть полный цикл своего сельского хозяйства. То есть он зажил в Донбассе с императизмом? Нет, он, прием, скорее, такое окончательное обрамление, на самом деле, собственно говоря, Донецкая Криворожская республика, наверное. Да, это еще было раньше, я шучу. Да, 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 первый момент. Хорошо, значит, вот про кадры мы поговорили, что еще у нас? То есть, понятно, что мы просто вскрываем проблематику, которая столкнулся с Советским Союзом по восстановлению этого региона. Да, во многом нужно отметить, что это во многом проблема, характерная для многих регионов Советского Союза, западных, но здесь оно носило еще более острый и острый характер, причем не только в плане условий, но еще и значимости региона. Да, все-таки угольная эпоха, Донбасс первый, второй топливный регион Советского Союза. Донбасс и Баку, да? Мы еще будем говорить о том, что у нас 70, до военного 70 процентов, 60-70 процентов, это Донбасс. И, собственно, конечно, восстановление его из сталилитейных мощностей, и дальше мы посмотрим, как Сахима, и энергетика, это было приоритетом. Поэтому, конечно, сюда вливались все, и в том числе человеческие ресурсы, которые только оставались в Советском Союзе, которые были не бесконечны, мягко говоря, особенно под конец войны. Да и после войны, тем более. Я под конец войны имею в виду, что война, конечно, очень сильно человеческие ресурсы в Советском Союзе проредила. Да, собственно говоря, если мы будем говорить о других проблемах, отойдя от самой главной нашей кадровой проблемы, безусловно, следует затруднить технически. То есть ты считаешь, что кадровая была самая главная? Ну, потому что... Кто? Кто? Вопрос в порядке восстановления, наверное, если мы говорим про какое-то восстановление, в первую очередь нужно задавать вопрос, кто, а потом уже чем. Теперь, собственно говоря, мы переходим к вопросу, наверное, первичем перейдем к вопросу, чем, наверное, ответить, нужно посмотреть на вопрос, что. То есть у нас было два процесса. Первый процесс – это эвакуация с последующим нашим же разрушением того, что осталось, чтобы не досталось врагу. Причем степень нашего разрушения гораздо более масштабная. То есть мы более тщательно подошли к процессу. По крайней мере, капитальность разрушения металлургических, за исключением Мариуполя, и машиностроительных и угольных предприятий, это во многом мы постарались сами. Ну, а справедливость вроде и хорошо. Какие варианты, да. Дальше у нас, собственно, идет восстановление немецкое. Скорее какое-то определенное оживление для мелких нужд при фронтовых группировок. Поскольку во многом то же самое Сталина, во многом было Сталина и Харьков, ремонтными базами группы армии А, Б и Юг. Но тем не менее, уголь они все-таки начали добывать. Да, добывали. Они даже привлекали, демобилизировали из вермахта несколько тысяч человек, из Рура, для того, чтобы что-то попытаться добывать. Ну, логика, собственно, определенная в этом плане есть. Во-первых, что, во-первых, немецкая логистика также основана на паровозах. И зачем тащить уголь из Польши, из Силезии, из Рура, когда вот оно есть под боком. Определенная такая логистическая целесообразность была. И в какой-то степени группа армию печевала сама себя. По крайней мере, в этом отношении. После этого, собственно, немецкое разоружение. Добивание. Добивание. Добивание, да. И вот уже, соответственно, наше восстановление. Причем в два этапа. Сначала, значит, военное восстановление. Ножевую нитку. Экстенсивное, да. Мобилизационное. Мобилизационное. Таким духом. И потом уже, так сказать, более... Более планомерное, уже в ходе пятилеток. Да. Ну, давай посмотрим, что мы будем восстанавливать. Да. Во-первых, нужно понимать, что... Сейчас. Определенную последовательность, да. Несмотря на то, что уже маленькие шахты, мелкие шахты, они же Копанки, в Восточном Донбассе начали реанимировать уже еще в период, когда фронт находился совсем рядом. Местами эти даже малые угольные предприятия попадали под артиллерийский, авиационный обстрел. Там Баршавраград, по-моему, даже вот дважды бомбили, пострадали, по-моему, там, несколько составов с углем. Красный луч, да. Троцит, собственно говоря, вот такие центры главной шахты. Если говорить про Ростовскую область. Полноценная угледобыча требует комплексное явление, которое требует и нормальной логистики, и электроэнергии, что самое-самое-самое главное. Если мы будем смотреть на порядок восстановления, то мы в первую очередь увидим, что силами во многом Красной Армии и Наркомата Пути Сообщения сумасшедшими темпами восстанавливается железная дорога. По крайней мере, основные ветки. Уже к январю-февралю 1944 года железная дорога в Донбассе примерно на 60% оказалась уже реанимированной. Поэтому здесь острая фронтовая нужда, поскольку и Южный, и Юго-Западный фронт идут вперед. Легкие рельсы, то есть достаточно, так сказать, тоже на живую нитку. Эрзац, да. Эрзац, то есть не то, что мы говорим о восстановлении полноценного тяжелых поезда, как это было в той войне. Вместе с тем, опять же, да, тут еще фронтовые нужды, как бы Южному фронту он еще Крым брать. С одной стороны, с другой стороны, это энергетика. Если мы обратимся, обратим внимание на советскую прессу, на советские... Я просто хочу сказать, что, например, вот эта энергетика для меня была абсолютно загадкой, пока я не прочитал твою статью в нашей великолепной книжке. Энергетика нужна, чтобы откачивать воду прежде всего. Ну, это вот мы дойдем. Артём, ты забегаешь вперед. Ну, потому что я не говорю твои спойлеры. И зачем нужна энергетика? И вот это, конечно... Ну, и дальше мы, собственно говоря... Сейчас мы переходим, собственно говоря, к самому важному. В чем важность энергетики? Во-первых, запуску энергетики уже способствовало наличию, так или иначе, уже малых шахт. А во-вторых, уже наличие железнодорожных путей, которые позволяли, собственно говоря, к электростанциям довозить этот уголь. Нужно понимать, да, что Донбасс очень важный электроэнергетический регион для Советского Союза. Целый ряд крупнейших ТЭС. Зуевская, Штергресс, поменьше, и ряд-ряд-ряд других, а также при каждом крупном коксохимическом металлургическом заводе, также имели свои электрогенерирующие мощности. Если мы посмотрим на историю восстановления советской металлургии, да, в период военного времени, нужно отметить, что в первую очередь, когда мы читаем какие-то бодрые заявления о завод запущен, в первую очередь запущена его электрогенерация. И эта электрогенерация шла не на потребности завода, а зачастую на потребности шахт. Шахт и, соответственно, городов, в частности, Сталина, электроэнергию уже пустили под Новый год. То есть первая блага цивилизации, несмотря на все остальные проблемы, вот под Новый год уже пришла. Во многом это заслуга быстрого восстановления Зуевской ГЭС, несмотря на то, что ее капитально немцы разрушили усилиями местного коллектива, которые, с одной стороны, предотвратили дальнейшее разрушение, местами частично сами разминировали, местами сами потушили определенные уже пожары остатка Зуевской электростанции. С одной стороны, а с другой стороны, централизованная государственная политика. Сразу из Урала едут агрегаты Назуевской ГЭС и уже к 44 году они устанавливаются. Говоря про электроники, вот здесь Артем уже сказал, да, она позволила откачать воду. Крупные шахты, в первую очередь, главная проблема с ними, они затоплены. В силу своей глубины залегания и специфики подземных вод, шахта у нас очень часто топится, их постоянно нужно откачивать из них воду. Ну, если там два года из нее не откачивать, то вода... Она приходит вообще в целом в шахту, постоянно там нужна откачка в нон-стоп. Ну да, я просто к тому, что если вы как раз во время оккупации из нее не откачивали, то, соответственно, она целиком заполнена водой. И если мы будем говорить об объеме воды, которая скопилась в крупных шахтах, этот объем воды соизмерим с Азовским молем. Что-то там 2 миллиона тонн, по-моему, что-то в этом роде. Да, ну вот соизмеримые, порядковые вещи, как минимум, так уж точно. Следует сказать, что в истории человечества подобные проблемы возникали раньше. Собственно говоря, оккупированная Пикардия, да, немцами в ходе Первой мировой войны французская. Также немцы постарались при отходе. И французская угледобыча также оказалась в очень затруднительном положении. И Франция эту проблему решала на протяжении всего интербеллума. При гораздо более, при там, порядке, несколько порядков меньших условиях затопления и проблемах. Посмотрим про подвиг, да, собственно говоря, как удалось откачать. Помимо непосредственно, собственно говоря, трудового героизма людей, чисто есть технические моменты, да, нужно большое количество насосов. Поэтому уже с первых дней после освобождения все возможные машиностроительные, угольного машиностроения мощности были запущены на производство насосов. Электронасосы тащились со всей страны. Урал был очень сильно запряжен на производство мощных электронасосов. Понятное дело, что в недавно освобожденных регионах что-то сложное было производить сложно. Проблема возникала при целом ряде, в целом ряде наших шахт, которые имели связанных между собой, да, водами. Поскольку там откачиваешь, да, из одной шахты воды, она прибывает из другой. Поэтому требовалась синхронность откачки. Это сложный процесс, поскольку, ну, это все-таки 40-е годы. Это не наши там вычислительные мощности, это линейка карандаш, да, и блокнот. Логарифмическая линейка. Да, да, и знание математики, да. Тем не менее, да, вот за... Плюс опять же, помимо всего прочего, целый ряд шахт имел наклонные, да, шурфы. Это отдельная проблема, поскольку... Как разместить насос под напором, чтобы он выкачивал воду. Потом, если они там глубиной по 500-600 метров, то это вообще отдельность? Километр, да. Тем не менее, подробности все-таки, да. Подробности в книге. Подробности в книге не будем раскрывать в полной мере. Тем не менее, действительно, к 45-му году удалось... Вот эти 2 миллиона тонн воды, которые выкачать из шахт. Выкачать, да. И приступить... Это открыло возможность к... Мы должны понимать, что это не одновременно произошло. Понятно. Шахты, где было попроще, крупные угольные предприятия откачали. Сходу открылась для них возможность восстановления, поскольку проходы зачастую взрывались, в том числе и капитально. И пришлось растаскивать. Это ручной тяжелый труд с большим количеством пострадавших на этом восстановлении. Тем не менее, уже летом 44-го года крупные угольные предприятия начинают постепенно давать уголь. Итогом комплексных сложных восстановительных процессов стал выход в 45-м году на примерно 40% довоенной нормы добычи. В 45-м году 40%? Плюс-минус, да. То есть за два года? За два года. С абсолютного нуля. И компанок. При этом мы видим, как на протяжении этого периода очень сильно снижается доля малых предприятий. Малые предприятия никогда не могли бы покрыть потребности. По большому счету, они не рентабельны? Нет, они имеют определенную рентабельность, но они очень трудные, человекозатратны. А КПД в крупных угольных предприятиях все-таки больше. Поэтому логичнее перенаправлять людей туда. Поэтому если летом 43-го года, да, частично освобожденный Донбасс, но доля 90%, то уже к 45-м году порядка 10-15 доля малых угольных предприятий в общем котлет добычи уже будет составлять. Добыча это правильное слово? Да. По-другому никак? По-другому никак. Если мы будем говорить о других отраслях, то нужно, опять-таки, вспомнить главную отрасль, потому что в Донбассе два гендера, шахтеры и металлурги. Действительно, это шутки хорошие. Да. В силу того, что по уже указанных причин, потому что, во-первых, и концентрация усилий на угольных отраслях, и в целом сложности восстановления металлургических предприятий, основной массив запуска, полноценного запуска предприятий придется уже на послевоенный период. Исключение, пожалуй, составит лишь один завод Ильича. Заводу Ильича повезет, во-первых, потому что Мариуполь довольно-таки в 41-м году драматично быстро свалится в руки немцам, и завод при отходе мы не взорвем. При отходе уже из Мариуполя немцы схалтурили, мягко скажем, при взрыве. Завод получил тяжелое повреждение, его удалось запустить уже фактически в 44-м году полноценно. И говорят, вообще, о значении завода Ильича. Завод Ильича – это главный металлургический завод юго-западного, нашего Харьковского куста. Ну да, и танковые башни ИС-2. Собственно, Т-34 в том виде, в котором мы видим, во многом определялся способностью завода Ильича делать бронекорпуса. Именно в таком виде, в котором они получались. И уже, несмотря на тяжелое положение, завод Ильича за 44-й год выдаст, каждая третья башня ИС-2 будет произведена, отлита на заводе Ильича. И в дальнейшем производство Т-44 во многом его задел, по башням. Полноценно запустить завод на корпуса было сложно. Во-первых, станы многие уже уехали на Урал. Но, тем не менее, башни могли лить. Башни Т-44 тоже массово начали производиться на Ильича. Азовстали повезло чуть-чуть меньше. Повреждения она получила гораздо более тяжелые. Но, тем не менее, проводились очень специфические, фантастические даже операции. По подъему заваленных труб. Многосот тонны трубы специальными кранами поднимались домкратами. И так далее, и так далее, и так далее. Да, еще в период войны был определенный во многом образцово-показательный. Во многом в пропагандистских целях их пуск. Когда Янакевский завод дал небольшую, в годы войны, небольшую партию чугуна. Но потом, все. Но электрогенерация завода шла. Пожалуй, на это было, главное, полноценный запуск металлургии в Донбассе. И у Коксохимии это все же, наверное, с 40-х годов. Причем, вторая половина 40-х годов. Причем, скорее, даже сильно после 47-го года. При этом большой проблемой, опять же, также являлась и кадровая проблема, специалисты и степень разрушения металлургии была очень-очень тяжелой. Ну, к примеру, при отступлении практически все печи, при отступлении Красной Армии, практически все печи, так называемым образом, козлились. Собственно говоря, да, он расплавленный металл, сливался и он заткардевал. После подобной операции очень сложный характер. Плюс, опять же, потухшие печи практически нужно перекладывать с нуля. Поскольку, да, огнеупорные материалы приходят к низкой негодности из-за контраста температур. Плюс кадры. Металлургические кадры довольно-таки хорошо эвакуировали. Люди уже на местах и на новых предприятиях не хотели уже отпускать кадры на родину. Да и справедливости ради возвращаться, также многие не всегда горели желанием. Поэтому преодоление, с одной стороны, кадровой проблемы, с одной стороны, с другой стороны, и восстановление металлургии более системное, с привлечением строительных трестов, а не самодеятельностью местных жителей. Системное, оно начнется уже поближе к 50-м годам. И фактически, наверное, 50-е годы заменуют собой начало работы полноценной донецкой металлургии. Относительно быстро удалось оживить химию. Это у нас следующее, что мы восстановили. Следующий блок, относительно быстро удалось оживить химическое предприятие, в первую очередь фосфатное заводы, заводы содовые. Гораздо, довольно-таки простой технологический процесс. Плюс удалось сохранить кадры. Комбинация простой, плюс появилось электричество. И уже фактически в годы войны, к концу 45-го года, химия Донбасса уже во многом дали на полную мощность, но уже была запущена. Несколько, конечно же, в просадке всегда оставалась социальная инфраструктура, городская инфраструктура, поскольку города очень-очень-очень сильно пострадали. Проблему восстановления городов по полной мере удалось локализовать уже в 60-х годах. Когда, собственно говоря, началось, города Донбасса начали уже не просто восстанавливаться, а перестраиваться уже в рамках нового градостроительных норм. Мой, собственно говоря, облик Донецка современный. Это 60-70-й год. Это планы 60-70-х годов, поскольку, если мы посмотрим на фотографии Сталина более ранние, ну, это вот череда рабочих поселков, это одноэтажная застройка, и без этих широких привычных донецких улиц, многоэтажек и так далее, и так далее. Если мы будем говорить про цифры угледобычи и восстановления, то на протяжении сентября 43-го года по май 45-й год, благодаря колоссальным усилиям на восстановление угледобывающих предприятий Донбасса, удельный вес добычи угля в топливном балансе страны, Донбасс вновь в этом балансе, Донбасс вновь вышел на первое место среди прочих угледобывающих регионов страны. Донбасс в марте 45-го года давал ежедневно 90,5 тысяч тонн угля, это 38,3% довоенного уровня. На 1 апреля 45-го года в строю находилось 147 основных крупных угольных предприятий и 540 мелких шахт. И если мы не говорим про количество вовлеченных людей в угледобычу, в главное топливо нашей страны в Донбассе, это 352 тысячи человек. Этот баланс, поддержание этого баланса было важной большой проблемой и большой задачей советского руководства, областного руководства, областных руководств, ну и даже если мы там просим республиканского руководства в том числе. То есть уже, собственно говоря, как раз индустриальным сердцем России, вот это индустриальное сердце, в принципе, к 45-му году мы можем сказать, что оно было восстановлено. Скажем так, забилось, но еще с определенными шумами в сердце, конечно. То есть вот у нас все-таки вот это вот на живую нитку, да, и то, что мы начали с тобой говорить, что первое восстановление на живую нитку. Когда перешли к восстановлению уже вот прям, ну, по, как говорится, лекалам мирного времени? Собственно говоря, само окончание войны, да, и сворачивание мобилизационной экономики во многом само выбрасывало в основе Нонбасса в эту мирную жизнь, мирный ритм. И тут опять же, да, мы имеем первый кризис, мы имеем этот сумасшедший кризис с 45-го, 47-го, может быть, даже частично, 48-го года. И 48-го, 49-го годов начинается системная работа, уже не точечно направленная на увеличение, собственно говоря, добычи угля любой ценой, несмотря ни на что. От трудового героизма постепенно советское государство возвращает Донбасс в системную работу путем создания, воссоздания социальной инфраструктуры в полном ее объеме, путем материальной стимуляции рабочих, да, во многом резко повышаются зарплаты на шахтах, продолжается активная Советский Союз, страна идеологическая, страна с мощным, да, таким пропагандистским механизмом, в том числе и данным путем мотивации людей на привлечение, собственно говоря, и к труду, и мотивации их качественному, более интенсивному труду. То есть, такой вот, это большой комплекс мер, комплекс, имеющий, это большая проблема, имеющая внутри себя много пластов, пересекающихся друг с другом. Слушай, когда у тебя 5 миллионов человек, то, конечно, у тебя вопрос на 5 миллионов. Скажи, пожалуйста, вот демобилизация 45-46 годов Красной Армии, как сказалось на людских ресурсах Донбасса? Говоря о демобилизации, нужно отметить, что она несколько не дала того нужного эффекта, который от нее ожидали. Порядка 67-70% фронтовиков не желали возвращаться в шахты. Ну, по крайней мере, многие из них и не были шахтерами, справедливо стирали, да. А с другой стороны, многие из них, из тех, кто даже и был шахтер, все равно как бы постарались перейти на другие работы. Во-первых, тут нужно понимать, что люди, прошедшие войну, и без того потеряли здоровье. И в этот тяжелый труд были идти не готовы. При этом нужно понимать, опять же, да, что условия труда довоенные и условия труда 40-х годов, это несколько, два разных явления. Подсечно-огневое хозяйство и космическая отрасль, да, если так сравнивать. Поскольку, ну, действительно, в целом ряде угольных предприятий технология угледобычи ушла в 19 век. Все-таки в 30-х годах ушла механизация производства, уже появились машины, были добывающие, не только отбойный молоток, а так зачастую. И отбойный молоток, особенно в 44-45 году, также испытывали определенный дефицит. Поэтому, естественно, вот в этом плане, когда мы говорим про женский труд, да, собственно говоря, отбойный молоток, это очень-очень вредно для здоровья. Ну, это постоянная вибрация, как-то тяжелая, тяжелая вещь, плюс, опять же, угольная пыль. Ну, опять же, даже с ним были проблемы, да, поэтому в целом ряде, на малых шахтах использовали дедовскую кирку. Ужас. Да. Ну, это такая вот тяжелая, грустная, идеологическая... То есть, в общем, надо героичность, то есть, восстановление, так скажем, героизм советского народа проявился здесь в полной мере. И, конечно, то, что достигли какого-то уровня восстановления. Я вот приводил пример французов, которые там 20 лет ковырялись с восстановлением шахт, а у нас получилось это за примерно 5 лет. Да, при этом, опять же, да, чем мне не нравится советская историография, да, посвященная данной проблеме, мы не видим проблем, да, ровными успехами, ровным троем, да, светлое будущее. На самом деле, это очень драматичная история, история, в которой там ломались человеческие судьбы, во многом такой очередной фронт, да, для советского народа, который... Поэтому мы включили главу о вообще истории восстановления экономики Донбасса в нашу книгу. По одной простой причине, просто без этого невозможно понять, а вообще, зачем это все нужно было. Ну, понятно, да, так сказать, освобождать территорию надо, но вообще, что это было, почему этот регион имел такое значение. Да, и поэтому, вот так немножко еще добавлю, да, помимо, собственно говоря, Южного и Юго-Западного фронта, да. Это был экономический. Да, экономический фронт, который... Прямо, это был важней, одним из важнейших. И люди, приносившие жертву, да, в свое здоровье, практически, условия труда в тех шахтах, означали, да, что человек довольно-таки в раннем, ну, по современным меркам возрасте, высыхал, да, фактически. Истощался, и жертва этих людей, во-первых, не должна быть забыта и должна всячески почитаться. Спасибо, Владимир, было очень интересно. Спасибо, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»